друзья всем привет сегодня будем делать с вами торт летний вкусные легкий такой на как бы по своим составляющим здесь будет у нас суфле сверху земляника лесная аромат стоит сногсшибательный просто это у нас привозят из башкортостана и соседней о республике и вот на продажу баночка вот такая 7 суточка до в которых продается соус например вот такая баночка стоит 350 3 как у вас этим я имею ввиду дела обстоят лесная земляника есть в продаже или может сами ходите собирать вот но я сегодня устояла мне этот торт хочется сделать давно и сегодня увидела эту землянику и я просто думаю ну все настал тот день и час все решила сделать значит основание у тортика будет из бисквита который мы с вами сразу в первую очередь начнем делать значит что я сделала 5 яиц взяла отделила белок в отдельную мисочку сухая чистая нежирная да так как будем взбивать белковый крем не бойтесь слова суфле если кто вот не занимается тортами да например уже кажется страшно одного слова и сразу себе хочется сказать нет но это я точно не смогу и не буду даже браться все тут легко предельно и ясно значит 5 белков сюда соответственно 5 желтков или 3 яйца если вы найдете применение желткам куда-то то оставьте их и возьмите возьмите просто 3 яйца я же сюда положила эти желточки и добавила 1 яйцо это как раз заменит желтки заменят как раз два яйца плюс еще 100 граммов сахара уже я сюда насыпала он уже у меня подтаивает пока вот это все взвешивала значит еще понадобится 60 граммов молока 15 граммов крахмала желательно кукурузные взять если нет кукурузного сойдет и картофельный так мука мука 150 так нет секунду до 150 граммов освежила по записи думаю как бы вам не набрать и немножко разрыхлитель возьмите ну или и щепотульку соды все начинаем взбивать белок будем взбивать позже еще понадобится сахар но это уже потом по ходу процесса всего буду вам рассказывать опять от меня болтовни куча в общем сейчас взбиваю бисквит и потом будем замешивать вот со всем этим все взбила минутки две с половиной я взбивала миксер у меня такой мощного ты 450 ватт если что имейте ввиду по своему миксеру если послабее значит подольше взбивать в общем вот такой след должен оставаться ведь он долго не растекается все бисквите готов теперь вольем сюда молоко вливаю молоко и размешиваю уже венчиком просто взбивать уже не надо теперь всыпаем крахмал мукой соединить можно это все делаем и перемешать все и замешиваем тесто духовка в это время уже должна быть разогретой на 180 градусов замешиваем так сразу я высыпаю и аккуратненько будем вымешивать повернули его так встряхнули повернули и встряхнули чтобы мука венчики не оставалось или же можно замесить это лопаточкой тоже вот таким же круговым движением все вымешали бисквит выпекать можно в кольце разъемном сделать диаметр 20 или 22 сантиметра у меня форма разъемная застелила фольгой но вернее дно вынула и сейчас покажу все готовы так в общем вот так сделала и теперь выливаем тесто и выпекать будем бисквит выпекается не очень долго так я сказала или нет что форма 22 сантиметра в диаметре вот так выливаем разравниваем ничем не смазывая фольгу и форму все ставим выпекать пока выпекается бисквит можно сбить масло со сгущенкой 120 граммов здесь масса у меня и 70 граммов сгущенного молока взяла хорошо взбиваем и венчики потом с моющим хорошо промываем обезжириваем так как после масляного крема нам нужно будет взбивать белковый и чтобы хорошо он сбился нужно чтобы венчики были обезжиренные капитально вот это залог успеха взбивание белкового крема но все начинаем взбивать в общем по взбивал я две минуты нам не нужен пышный крем и какой-то там стабильный нам розы не отсаживать нужно просто хорошо хорошо смешать чтобы все было однородненькое и белое все на этом с масляным кремом убираем венчики и отмываем их бисквит готов смотрите при нажатии он быстро поднимается выпекался он 25 минут теперь проходим ножом вдоль стеночек формы теперь открываем и убираем кольцо и получается у нас так чуть-чуть малость скололась это не страшно абсолютно так теперь переворачиваем и убираем фольгу и получается у нас вот такой отличный бисквит просто классный вот такой толщины нежный мягкий класс теперь можно его на решетку конечно не на доске и остудить нам нужно его остудить и так бисквит остыл что я сделала взяла блюдо взяла это разъемное кольцо без без дна просто кольцо вставила вовнутрь вот такую пленочку ацетатную если у вас ее нет не пугайтесь вставьте просто вот так по периметру кольца пекарскую бумагу все ничего бояться не надо все у вас получится значит положила бисквитик он уже остывший можно его по желанию пропитать он все-таки довольно таки плотники наверное я сейчас пропитаю разведу сгущенное молоко просто несколько ложек воды горячей и пропитаю теперь что я сделала залила вот у меня вот такое было желе желе клубники два пакета залила холодной водой она желатином для надежности добавила еще чайную ложку желатина что-то мне кажется подсказывает мое чутье что она может просто не застыть хорошо поэтому добавила для надежности желатин набух залила такой ну комнатной температуры водой и это все пока у меня стоит теперь нужно поставить варить сироп для белкового крема здесь 300 граммов сахара и взяла два пакетика агара по 7 граммов да по 7 граммов вот сейчас все сюда высыплю разбавлю горячей водой из термоса добавлю чуть-чуть смочу сахар и поставлю варить так высыпаю и добавлю водички сейчас я скажу сколько это будет так из термоса сразу наливаем так 150 граммов чтобы потом не соврать вот так я просто чуть-чуть смачиваю сахар все много сюда и не надо вот так это где-то ну 100 миллилитров вполне достаточно все размешала и ставлю варить этот сироп надо караулить он может убежать закрывайте двери потому что агар агар когда варится он очень сильно пенится а вот про это же ли хочу сказать если у вас нет желе и не охоты куда-то идти искать его возможно у вас есть вишневый компот например да или клубничный компот добавьте в него в холодный вот те же две чайные ложки желатина постояла а потом подогрели чтобы желатин разошелся и все и заливайте поверхность но это потом после крема будет это все вот это а если например с вишней делайте с черешни то вишневый компотик также можно сделать и будет объедение так все варим сироп и что 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 взбивать еще крема не рановато а мне надо пропитать бисквит так взяла две столовых ложки молока сгущенного и немножко ну вот до половинки даже нет две трети и одна третья часть долила кипятка ну и все и вот так просто беру и пропитываю чтобы он не был сухим все-таки сухариком бисквит такой нежный получился классный прям хороший вот этот рецептик бисквита класс мне нравится он так сироп уже закипает сироп если у вас есть термометр то сироп нужно уварить до 140 градусов у меня уже пенится хорошо скоро скоро будем взбивать белок так сироп уже вот так вот кипит он вот так пенится бой не пугайтесь вот на средней комфорке да и прям вот на среднем огне на ней я варю вот так все начинаю взбивать бисквит о и белок чуть-чуть насыпала соли граммульку прям все взбиваю белок после того как белок взбился вот до такого состояния теперь взбиваю и вливаю сироп с агаром уже сварилась на медленном ходу ну как на медленном в общем вот так вот все сироп влила теперь сюда добавляем в два три приема масляный крем получился у нас вот такой вот не смотрите что он жидкий но это нельзя назвать крем это уже суфле которое впоследствии застынет и будет вкуснющим вот теперь сюда выливаем это все и разравниваем этот торт обалденно вкусный обязательно попробуйте хотя кажется вот да трудоемко может быть это сделай то сделай но это того стоит немножко повозиться вот так на какое-то домашнее торжество такое можно сделать все разравниваем и убираем в холодильник для застывания полного застывания чтобы все хорошо подстыла желе поставила на водяную баню и теперь хорошо мешаем и смотрим чтобы лишь бы вот желатин разошелся нам нагревать его не нужно до горяча чтобы только растворился желатин суфле уже застыло я его отправила вот буквально на 10 минут просто в морозилку поставила и смотрите вот теперь касаюсь и все уже эти пружинит всем уже прекрасно застыло теперь нужно на поверхность выложить ягодки ягоды предварительно промыла хорошо и чтобы вода стекла нужно в общем вот насчет ягод это уже фантазируйте хочешь черешни хоть с вишней хоть с малиной можно этот тортик сделать это будет просто объедение я уже в предвкушении так ну желатин растопился все теперь вот так понемножку начинаем заливать даже если ягоды не будут полностью покрыты возможно ничего страшного много желе и не нужно так на общем заливаем и отправляем тоже в холодильник чтобы это все застыло так ну что все застыло давайте будем убирать кольцо так секунду вот так получается сбоку пленочку убираем все прекрасно застыло всего это где кусочек отломился так получилось если хотите чтобы ягоды были внизу ну как внизу вернее сверху чтобы был ровненький слой желе значит заливать нужно в два этапа и желе нужно побольше заливать значит как нужно ягодки лежат например да на суфле вы немножко налили и поставили в холодильник когда они замерзли уже застыло желе да тогда уже сверху полностью заливаем оставшимся этим желе и тогда будет поверхность идеально ровная а у меня вот они немножко вот так вот ну собственно и желе-то немного ну а много мне не надо было все как оно задумано так оно и есть вот ягодки наверху все так видите подстывшие такое классное так ну теперь что осталось порезать лайка вкусно так ну теперь давайте разрежем как все нежненько о вот такая вкуснота получается так ну и смотрим какой разрезик красавчик красавчик укладываем на тарелочку в разрезе вот так это все смотрится вот такой кусочек так ну я хочу попробовать это чудо все я пропала какая это нежность какая вкуснота у бисквит за счет пропитки очень нежный вкусный и вот как раз сочетание вот это вот суфле бисквит и ягоды это просто обалденно всем советую рекомендую обязательно попробуйте это очень вкусный торт изумительно вкусный на этом все с вами была наталья делайте пробуйте и наслаждайтесь все всем пока лицо от до 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 Продолжение следует...